По гоже октябрьские дни на базе спорткомплекса «Юность» Сочи проходил чемпионат России по лёгкой атлетике, ссоединяется с выражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях приняли участие больше 300 спортсменов из 49 регионов России. Воскресенские лёгкотлеты Всеволод Рычков, Дмитрий Фоничкин, Алексей Кузнецов вошли в команду Московской области. В новых условиях, которые нам продиктовал этот вирус, пришлось немножечко менять подготовку, менять стиль тренировки. Поэтому тут были свои особенности в подготовке, именно технического плана. Ну, как мне показалось, что мы достойно справились. Алексей Кузнецов выиграл золотую медаль в метании копья с результатом 29 метров 13 сантиметров, став 14-кратным чемпионом России. Всеволод Рычков толкнул ядро на 13 метров 42 сантиметра, завоевав бронзу. Спортсмен первый и талантливый ученик Алексея Кузнецова. Самое главное, наверное, здесь это желание спортсмена. Именно его он проявляет, ставит перед собой задачу. Была задача на этот чемпионат выполнить норматив мастера спорта, толкнуть определенное, значит, сделать попытку хорошую. Это ему удалось сразу же в первой попытке. Всеволод толкнул. Теперь будем подавать документы, чтобы он получил звание мастера спорта Российской Федерации. Помимо того, что надо быть достаточно хорошо физически развитым, надо применять свои силы правильно. На этом строится техника толкания ядра или какой-то любой другой дисциплины в легкой атлетике. Дмитрий Фонечкин занял четвертые места в толкании ядра и в метании копья. Во время нашей съемки его не было. Дмитрий Фонечкин вырастил в Академии спорта. Здесь нужно отдать должное. Когда он был несовершеннолетним, он занимался там. И все заслуги его, можно сказать, становления его как спортсмена. Это его тренеров первых, Махмутовых, семья Махмутовых. Поэтому к нам он уже пришел подготовленным. Дальше мы его стали уже с вершинолетия развивать. И ему немножечко не хватило до призового места. Ребята у него более опытные, повзрослее, посильнее. Поэтому у него есть запас еще, я думаю, к чему стремиться. Как в копье, так и в толкании ядра. Спорт требует самоотдачи. И у легкотлетов клуба «Инвалидов лидер» она и есть. Даже ограничения во время эпидемии коронавируса не смогли сломить их дух. Дальше расти по местам. Второе, первое. Смещать нашего чемпиона и выходить на международный уже уровень. Евгения Светлая, Дмитрий Волнов. Новости Искровект.